здравствуйте тема сегодняшнего занятия применение трафарета декупажа для сегодняшней работы нам потребуется сама заготовка вот это у меня заготовка основа для пультов видите здесь три отделения да и телефон сюда можно положить дальше нужен сам трафарет у меня вот такой вот форма трафарет он на клеевой основе и таким трафаретом удобно пользоваться не нужно лишний раз искать клей для фиксации трафарета он хорошо прилипает к основе и не дает никаких потеков при нанесении краски или там пасты мне потребуется декупажная карта из этой карты я вырезала вот такой мотив небольшой декупажная карта это изготовитель чепард очень тонкая нежная и удобное в использовании понадобится клей для декупажа у меня арт поч необходима паста здесь у меня шпаклевка но я добавила сюда немножко зеленой краски черной немножко коричневый чтобы получить цвет который соответствовал цвету на декупажной карте для работы с пастой мне нужен мастихин ну и понятно ножницы мне нужны были для того чтобы я вырезала мотив я его уже вырезала ну и понятно кисточка с чего мы начинаем работу во первых любую заготовку прежде чем начать и начать красить ее и работать мы должны подготовить каким образом обязательно надо прошкурить внутреннюю часть наружную после этого наносим краску краску мы наносим где-то в два может быть даже в три слоя зависит от плотности краски после того как краска высохла надо опять немножечко прошкурить заготовку чтобы поверхность была гладкой эту подготовительную работу я уже сделала сейчас я покажу как мы должны нанести рисунок вот этот на трафарет ну поскольку у меня трафарет на клеевой основе мне уже не понадобится его лишний раз фиксировать единственное здесь немножечко поправлю дальше восьмой листочек бумаги мне это нужно для того чтобы на всякий случай вот так я приложу вот сюда чтобы краска не попала на заготовку даже вот вот нужно вот так вот так все готово теперь вот она наша паста убираю на мастихин небольшое количество вот этой пасты и начинаю наносить на трафарет тонким слоем если мы хотим чтобы слой был потолще чтобы этот рисунок выглядел объемный мы можем нанести не один раз вот эту массу после подсыхания опять трафарет и опять наносим эту массу а иногда можно будет сразу вот так вот толстым слоем нанести и будет достаточно объемный этот рельеф вот этот который нам нужен аккуратно мы следим за тем чтобы излишки вот этой массы не попали на заготовку цвет зеленый у нас темно-зеленый травяной такой его потом трудно будет замаскировать на светлой заготовки все вы наверное обратили внимание что это этот трафарет у мне коротенький мы потом будем все равно вот сюда вот добавлять этот рельеф как это делается я покажу ждем некоторое время буквально чуть-чуть что вот это все схватилась и аккуратненько начинаю поднимать трафарет я сразу приготовлю глазную салфетку и какую-нибудь основу на которую положу этот трафарет чтобы его почистить значит приподнимаю аккуратно все готово вот такой рисунок у нас получился вот здесь я буду наращивать но мне надо подождать немножечко чтобы вот этот рисуночек у нас высох так вся лишняя паста которая осталась вот на трафарете вот она видите нам эту пасту надо убрать обычно все это смывается сразу водой но поскольку я не буду отходить смывать я вытру поверхность влажной салфеткой дадим возможность немножечко подсохнуть вот этому рельефу здесь очень тонкие перемычки поэтому надо постараться аккуратненько удалить краску чтобы не было чтобы не порвать случайно все с той стороны тоже трафарет принципе готов дальнейшему применению но поскольку у нас здесь будет еще вот такой вот мотив и поскольку нам надо дать возможность немножечко схватиться вот этой пасте я тем временем предлагаю приклеить вот этот мотив вот вот сюда что мы делаем значит это у нас я говорила декупажная карта очень тонкая декупажные карты бывают разной толщины и если бы она была бы вот на более толстой плотной основе мы ее сначала замочили а потом бы только замочили в воде а потом бы только приклеили ну поскольку у нас я повторяюсь еще раз декупажная карта тонкая я сразу приклею наношу клей вот примеряю обязательно где приблизительно вот будет клей у меня очень хороший и при высыхании он не пожелтеет абсолютно не дает желтизму более того следов от клея здесь не остается на этой поверхности так вот сюда еще немножечко убираю излишки клей а теперь уже плотненько сверху проглаживаю кисточкой так здесь мне надо аккуратно чтоб не наехать каждый этап работы конечно нужно делать отдельно нам надо было сначала просушить хорошенечко трафарет даже правильно было бы приклеить но тогда бы мне пришлось бы долго ждать пока это высохнет фрагмент приклеен так все кисточку убираем чтобы немножечко хотя бы ускорить процесс я вынуждена включить фен фрагмент приклеиваю фрагмент приклеиваю Продолжение следует... Достаточно. Тут, конечно, не всё ещё хорошо высохло, но продолжим. Опять. Я должна нарастить вот эту вот часть. Вот. Значит, прикладываю опять трафарет. И здесь надо проследить... Так, вот так вот, чтобы не испачкалась вот эта часть работы. Нам надо найти тот мотив. Вот здесь вот. Вот у нас вот так. Совмещаем мотив. И теперь можем продолжить. Опять берём пасту. Так, я продлю немножечко вот сюда вот бумагу. Ещё чуть-чуть. Всё. Берём пасту на мастихин и продолжаем работу. Вот так вот. Отлично. Так. Теперь нам надо вот эту часть положить. Протираю трафарет. Теперь вот здесь вот нам надо найти рисуночек. Вот он был здесь. Совмещаем рисунок. Так. Опять подкладываю, чтобы у нас там ничего не испачкалось. Для удобства поверну работу вот так. Так. Мне нужна ещё бумага. Давайте я её вот так вот подвину. Так, сместился рисунок. Надо выправить. Вот. Всё стало на место. И здесь продолжаем. Надо следить внимательно, чтобы здесь рисунок не сместился у нас. Наносим. Буквально чуть-чуть здесь не хватило. Придётся ещё один раз так сделать. Так. Вот здесь вот я заделаю. Видите, бортик. Значит, мне надо немножечко поправить. Вот здесь испачкалось. Важной салфеткой убираем вот эти вот получившиеся ляпы. Всё, почистили. Немножко подсушим. Почему не рекомендуется вообще пользоваться феном? Если мы делаем работу дома, конечно, нам желательно дождаться самостоятельной просушки вот этих вот всех наносимых средств. Верхний слой краски, будь то краски, будь то паста, быстро схватывается. А внизу нанесённый вот этот элемент, ну там что у нас, краска или паста, остаётся влажной. И поэтому при быстрой сушке у нас нет уверенности в том, что вся работа потом в какой-то момент, ну, не будет испорчена. Так. Влажно. Сейчас немножко это подсохнет. А мы продолжим вот этот. Ну, в принципе, аккуратно можно. Совмещаем. Сейчас найду этот конец. Год. Нашли. Чуть-чуть надо поправить. Так. все аккуратненько вот что у нас получилось я предварительно приклеила мотив на заднюю сторону приклеила мотив и обработала вот этим трафаретом другой стороны но это еще не все значит у нас осталось не задействована вот передняя часть вот этого этой поставочки я думаю после того как хорошо все просохнет я вот эту вот линию трафарета сама продолжу вот сюда а может быть не буду это делать а приклею какой-нибудь мотив на этом конечно мы работу пока не будем считать завершенной почему потому что у нас есть еще много возможностей улучшить декор как я это буду делать я покажу вам на следующем занятии пока вот завершим работу на этом этапе значит что мы сегодня сделали мы приклеили мотив и мы нанесли на трафарет пасту паста у нас была белого цвета точнее не паста это была обычная шпаклевка я добавила в нее акриловую краску и мне нужно было найти цвет подходящий вот к этому мотиву все дальнейшая работа во второй части спасибо всего доброго